Мы продолжаем наше вещание. Позади основной блок новостей. В этом часе, точнее в половине этого часа, уже поговорим о культуре. Справа от меня находится Марина Геннадьевна Штарк, руководитель хора «Каданс», также заслуженный работник культуры нашей республики, и гость республиканской столицы Сергей Викторович Якимов, профессор Российской государственной педагогической университета имени Герцена, а также художественный руководитель хора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Здравствуйте. 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 Спасибо, что нашли время побеседовать с нами, потому что сейчас многие такие организационные, подготовительные идут моменты. Ну и в принципе, я думаю, уже можно считать тот проект, который в республике действует непосредственно в Абакане. 17 августа, да, вот Хакасии начинает работу Всероссийская творческая школа, которая называется «Осень Саяны». Ну и я так понимаю, что Сергей Викторович непосредственный ментор, можно сказать, этой площадки и будет наблюдать с ребятами. Марина Геннадьевна, начнем с вас. Как, в принципе, вот у нас складывается ситуация по творческим коллективам относительно вот хорового такого пения? Вы знаете, мы очень много лет работаем уже над тем, чтобы хоровое искусство развивалось в нашей республике и чтобы мы всегда участвовали во всех российских обязательно проектах хоровых, потому что, ну, я уже много раз была у вас в передаче, и я вам всегда говорю, что если будут петь дети, и страна будет счастливой, это абсолютно точно. Вот, и мы уже много лет участвуем в этом проекте, это бывает и осень в Саянах, это бывает и лето в солнечной Хакасии, в зависимости от того, в какое время года проходит наша школа. И мы всегда стараемся пригласить как можно больше участников. Сначала это был исключительно вот наш проект, принимали участие абаканцы и ребята из Хакасии, ребята и преподаватели. А потом мы расширили географию, мы стали приглашать ребят, людей, коллег из Иркутска, из Горноалтайска, из Красноярска, из Междуреченска, Новокузнецка. В общем, отовсюду, где только вот, если мы знаем где-то хорошо работающих людей в нашем жанре, мы тут же их приглашаем на нашу школу, потому что для ребят важно и учитель, который приедет их учить, важно, кто будет этот учитель. И важно, кто будет с ними рядом в этом хоре, потому что так рождаются, дружба рождается у этих детей, так расширяются границы их сознания, мировоззрения, поэтому мы стараемся дать максимум. И вот в этом году огромное счастье, что мне удалось заполучить этого учителя. Мы стараемся всегда разных людей приглашать, и из разных городов, и из разных видов деятельности. Но вот Сергей Викторович вобрал в себе все. Он и хормейстер, он и вокалист исключительный, он и композитор выдающийся. Когда я разговаривала со своими старшими коллегами, ну, совещались мы, кого бы пригласить можно было. И они мне прокомментировали, что вот Сергей Викторович входит в пятерку выдающихся современных хоровых деятелей. Поэтому, ну вот, огромное счастье, что он к нам приехал, и ребята имеют возможность прикоснуться к настоящему хоровому гению. Да, я прошу обратить внимание наших зрителей, телеканала и также ютуб-канала Абакан-24. На наш стол у нас тут располагаются публикации, журналы, произведения музыкальные непосредственно Сергея Викторовича, которые написаны его опытливым умом и рукой. То есть вот такой, конечно, я так понимаю, что это лишь сотая процента от всего вашего творческого багажа, то, что вы имеете за плечами. Сергей Викторович, ну вот региональная площадка, насколько она отличается от практически столичной, Санкт-Петербургской? То есть чем интересно вам вашего турне именно в республику? Ну, прежде всего, я здесь никогда не был, поэтому для меня это совершенно новый регион. Хотя я очень много слышал о республике, я знаю о том, что здесь в Абакане очень много интересных культурных событий, которые происходят. И, конечно, вот эта замечательная, очаровательная дама, которая сидит рядом, это имя прекрасно знают в культурной столице. А поскольку мы уже здесь несколько дней общаемся и разговариваем, вспоминаем, делимся какими-то впечатлениями, не только профессиональными, но и житейскими, какими-то нашими общими, то выясняется, что у нас очень-очень много общих друзей, знакомых, очень много проектов, в которых так или иначе косвенно мы принимали участие, просто вот не пересекались лично. И вот, наконец, это знакомство состоялось, я очень этому рад, потому что вот очень важно, когда ты приезжаешь в другой город, атмосфера, которая тебя создает. Вот это вот гостеприимство, ощущение тепла, заботы, внимания. Вот с первого мгновения, вот в 6 утра лично встречают, понимаете, лично. Не вот как-то, да, обычно поручаешь кому-то, да, а вот здесь вот это вот персональное внимание, оно, конечно, очень дорогого стоит. Конечно, мне очень хочется не подвести организаторов, понятно, что то, что я сейчас здесь делаю, я делаю уже много-много лет, и, наверное, уже и десятилетий. Вот, я, слава богу, получил хорошее профессиональное образование, закончив Петербургскую консерваторию, два факультета, композиторский и дирижерский хоровой, а еще позже аспирантуру, да, и поэтому, в общем, как бы арсенал какой-то у меня уже был. И вот из того, что вы сказали, там что-то, конечно, из этого сейчас есть, но уже много всего поменялось. Вот, я на сегодняшний день руковожу тремя хоровыми коллективами в Петербурге. Коллектив один из которых это женский хор музыкального училища Римского-Корсакова. Раньше это было училище при консерватории, сейчас это автономное учебное заведение. И уже более 20 лет я руковожу там женским хором, с которым мы объездили много городов России, много выиграли зарубежных конкурсов и российских, и всероссийских тоже. И вот этот багаж, конечно, он и позволяет, наверное, приглашать меня в разные регионы для того, чтобы поделиться каким-то опытом и теми идеями, которыми я пользуюсь в работе со своим коллективом. Плюс у меня еще концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры. И, как вы совершенно справедливо сказали, два года назад я стал руководить хором консерватории и стал деканом факультета композиции и дирижирования нашей Петербургской консерватории. Вот, то есть, в общем, работы, конечно, в Петербурге очень много. А еще он президент трех фестивалей в Санкт-Петербурге. Художественный руководитель, во всяком случае, одного крупного фестиваля. За рубежом, говорят, это президент фестиваля. Да, в 2003 году в Петербурге впервые прошел фестиваль хорового искусства «Поющий мир». И вот уже в этом году был 19-й фестиваль. Я являюсь действительно его художественным директором. Он проходит в самом начале августа. И, конечно, до 2019 года этот фестиваль собирал до 40 с лишним хоровых коллективов, причем действительно со всего мира. У нас были и японцы, и американцы, и бразильцы, ну, не говоря там о Европе, и Коста-Рика, и там экзотики было очень много, и Тайвань, и Китай. Вот. Но, конечно, пандемия и все остальное, это, скажем, не слово «коррективы». Теперь это такой яркий всероссийский хоровой фестиваль, но, тем не менее, он существует. И в этом году более 25 хоровых коллективов принимало участие. А мы еще оставили заочную форму проведения фестивалей и конкурсов. Так что жизнь, она идет, и этому я очень рад. И, конечно, я еще раз повторяю, что я очень благодарен за приглашение, потому что и посмотреть, что здесь происходит, и поработать с местными ребятами, это, безусловно, очень интересно. И вот на протяжении двух дней мы уже плотненько работаем по 4-5 часов в день, поем. Ну, это непросто, голос уже немножко начинает давать о себе знать, но, тем не менее, это очень увлекательная история. И самое главное, что, когда ты видишь результаты своей работы, то это, конечно, очень приятно. И я вижу, что потихонечку мы находим общий язык, мы начинаем двигаться. Так что думаю, что через неделю, когда мы будем показывать итоговый концерт, я думаю, что мы много интересного покажем абаканской публике. Марина Геннадьевна, а есть ли вам чему поучиться у Сергея Викторовича? Конечно! Ну что вы! Понимаете, любой учитель, любой, даже вот малейшую новость, ну какую-то истину ты открываешь для себя, из этой истины потом вырастает целая история в твоем сердце, в твоей голове, в твоем мировоззрении. Это очень важно. А тем более учитель такого уровня, консерватория, вот на самом деле мы очень далеко живем. Пять тысяч километров от центра – это чудовищно далеко. И поэтому нам, конечно, важно узнавать вот эти… Вот это и репертуар. Мы всегда с большой опаской и боязнью прикасаемся к современной музыке, потому что, ну мы ее мало видим здесь. А когда приезжает первоисточник и дает свою музыку, и как-то уже не так страшно. А какие же красивые он песни пишет. И с таким удовольствием, с такой радостью берешь этот репертуар, и я понимаю, что эти произведения останутся в хоровых коллективах. И вот некий такой мост, да, творческий прокладывается через эти пять тысяч километров. И нам, конечно, есть чему учиться, потому что вот берем эти произведения, и страшно. Как же будет? А очень легко. Вот какими-то простыми приемами, какими-то простыми погружениями в гармонию, в содержание. И как-то очень просто и легко. То есть вот это, знаете, это как будто бы аккумулятор какой-то. Ты подключаешься к нему, и набираешься сил творческих. Это огромное счастье. Мне подсказывают, что звонок у нас появился на линии. Дождался ли нас человек? Слушаем вас. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, Константин. У меня такой вопрос. Какой консерд собирается показать хор Кадамш в Абакане? Спасибо за вопрос. Вы знаете, это не хор Кадамс. В этом проекте принимает участие и хор Кадамс, и хор Мальчиков Кадамс, и молодежный хор, и хор Лира из музыкальной школы, и ребята из Хакасии, и педагоги, и приезжие. То есть это такой сводный хор. И этот концерт у нас состоится 24 августа в 11 часов в концертном зале музыкальной школы. Мы были бы счастливы, если бы люди пришли на этот концерт, потому что нам есть чем вас порадовать. Приходите, пожалуйста, приводите свои семьи, приводите своих детей, своих друзей. Я думаю, мы подарим вам радость. Сергей Викторович, обращаясь к вашему педагогическому опыту, карьере, это настолько, мне кажется, такое тонкое дело, работать с голосом, настраивать его вот именно под ту тональность, когда это происходит в коллективе. Вот когда вы приехали в Абакан, в республику, какие первые задачи перед собой вы ставили, когда только-только начинали работать с ребятами? Ну, во-первых, это, опять же, коллектив, который вот он создался вчера. Вот такой, какой он получился вчера, и вот он эту неделю будет именно таким. Поэтому сейчас основная задача, чтобы все припелись друг к другу, поэтому у нас большое время занимает настройка именно этого аппарата, чтобы все прекрасно знаем, что мы приходим в оперный театр, за 15-20 минут весь оркестр сидит и что-то там играет, да, такая абракадабра звучит, но каждый повторяет какие-то сложные эпизоды из той оперы или балета, который будет. Затем тишина, выходит маэстро, и начинается музыка. Вот эта настройка инструмента, она очень важна для хоровиков, потому что мы должны настроить правильно голос, особенно детский голос, который надо особым образом и охранять, и оберегать, и здесь особые условия. Поэтому, когда, например, я пишу музыку, и в частности, почему, например, у меня не так много музыки для детского хора? Потому что все-таки вот этот момент именно работы с детьми, или вот со всем юным поколением, да, в моем творчестве не представлен. То есть я начал работать уже от училища музыкального, и дальше уже институт культуры, консерватория. То есть, в принципе, это люди где-то уже там, да, молодые люди от 16-18 лет и дальше. Конечно, совсем молодшинь, немножко другая история. Но, понимая особенности их звучания и понимая, как надо писать для них, я стараюсь писать свою музыку таким образом, чтобы не было каких-то предельных высоких нот, предельно низких нот, чтобы это было не так трудно ритмически, да, не так... Хотя, как выясняется, все равно получается непросто. Но, с другой стороны, я не считаю, что для детей надо писать вот как-то вот совсем просто, примитивно. Примитивно быть не должно. Потому что, ну, во-первых, уже и 21 век, и время другое, и ритм жизни другой, и молодежь другая. И эти дети уже другие. Они все же сидят с телефонами. Более того, сейчас вот проходил конкурс в Петербурге «Поющий мир», о котором я говорил, в фестивале «Конкурс». И вышел хор, где они все поют по iPad'ам. И дирижер дирижирует по iPad'ам. Понятно, что в мире это давно. В Корее, в Японии, в Китае. Но теперь это уже и к нам приходит. То есть вот это вот чудо, которое ты так вот пишешь, стараешься. А издательство, вот опять же, нам можно обратить на это внимание, одно из лучших издательств Петербурга, композитор издательства «Санкт-Петербург». Они такие роскошные делают обложки, издают диски, издают ноты. Но сейчас это уже практически становится невостребовано, потому что все переходит в цифровые технологии. Вот. Хорошо это или плохо, не знаю. Как бы Бахба к этому или Моцарт отнес. Как-то они вот все писали рукой, как-то на нотной бумаге при свечах. У них вот это было. Меня тоже часто спрашивают, ну ты, говорит, на компьютере все набираешь. Я говорю, нет, я по старинке, как Моцарт, я все рукой пишу. Все партитуры пишу, переписываю, в этом тоже что-то есть. Потому что когда ты переписываешь свою музыку, еще какие-то идеи приходят. Ну это отдельная история, потому что это уже искусство композиции и так далее. Вот. Поэтому хор действительно совершенно новый. Очень такой вот пока пестрый. Сейчас мы это все пригладим. Приведем к кому-то, почему, знаменателю. Но за счет того, что мы, естественно, поем, поем, поем музыку, поем репертуар. Я приготовил программу, которую хотел бы, чтобы она прозвучала полностью. Надеюсь, что мы успеем это все выучить. Конечно, я сделал какой-то акцент на своих сочинениях. Потому что мне хотелось бы, чтобы в этом регионе это тоже узнали. Я привез по этому ноты. У всех руководителей коллективов есть возможность к этому прикоснуться. И оставить потом себе для того, чтобы со своими коллективами в разных городах России и потихонечку тоже эту музыку как-то осваивать и ее учить. Мне это тоже очень интересно. Потому что я слышу, какие трудности возникают при разучивании именно детьми этой музыки. И я понимаю, как, может быть, дальше мне писать эту музыку. То есть это и для меня тоже определенный мастер-класс. Ну а то, что это прекрасная дисциплина, что все очень здорово организовано. Это, конечно, вот я с этого начал и буду это еще повторять. Потому что объездил очень много городов страны. Заканчивая Владивостоком и Южно-Сахалинском. И когда ты дирижировал сводным хором острова Сахалин. 700 детей тогда стояло. А так, конечно, это и Москва, и Саратов. В общем, много-много-много никого, чтобы не обижать. Но вот особая атмосфера, вот это тепло, которое здесь, повторяю, есть. Это всегда очень важно. Потому что все-таки ты приезжаешь, какое-то волнение, какая-то некомфортность присутствует. Но она просто мгновенно была снята. И я с огромным удовольствием каждое утро прихожу на вот эти репетиции. Потому что уже вижу, что мы делаем дело, которое уже начинает приносить какие-то результаты. Знаете, извините, чуть-чуть добавлю. Вот у нас, когда была первая хоровая школа, мы пригласили маэстро Кислякова, который руководитель хора Попова. И его я попросила привести репертуар из произведений этого хора. Потом с нами несколько школ провел Дмитрий Валерьевич Ралко. А он на тот момент руководил оперным детским хором Мариинского театра. И его я просила, чтобы он делал произведения, те, которые они с ребятами исполняют в театре. Оперные, да, произведения. Вот Сергей Викторович, поскольку он композитор петербургский, я его попросила, чтобы он познакомил нас и со своей музыкой, и с музыкой других петербургских композиторов. То есть каждый учитель еще и несет некий, ну, свою нишу некую дает нашему региону, чтобы, ну, вот не просто взяли хоровые произведения, набрали бы Чайковского, Бортнянского, да, нет. А вот именно замысел такой был, чтобы он принес с собой свое искусство. И, в общем, я рада, что в этом есть у нас какая-то гармония и какой-то порядок. И вот в этом у меня тоже есть некоторый интерес, потому что, ну, все-таки хор училища, все равно девочки там повзрослее девушки поют, да. Хор института, хор консерватории, понятно, что мы там поем сложный, серьезный и современный классический репертуар. Да, и вот в следующем сезоне у нас там будет и Мендельсон, и Брамс, и Шнитке, и Рахманинов. То есть, ну, в общем, так сказать, концерты с оркестрами симфоническими и так далее. А вот эту музыку, то есть, например, мне очень нравятся замечательные песни петербургского композитора Якова Дубравина. Но у меня практически не было возможности для того, чтобы это воплотить в жизнь. А вот здесь эта возможность есть. И я очень рад, что что-то из его музыки мы тоже попоем. Я всегда с трепетом отношусь к своим коллегам, старшим товарищам, потому что, ну, мне кажется, что действительно вот эта вот пропаганда современной музыки, хоровой музыки, жанра песни, это все равно должно быть, оно есть. И это сейчас очень востребовано. Вот, понятно, что направление песены бывает разное. Это и патриотическая песня, и любовная лирика. Но это все с огромным интересом поется. И вот я поэтому с большим увлечением работаю. Не только над своими сочинениями, но и, естественно, над сочинениями своих коллег. Ну и какие-то произведения, может быть, мы исполним такие общедоступные, известные тех композиторов, которые знает действительно вся страна. Это и Марк Минков, и Аркадий Островский, и Юргий Струва. Так что программа будет очень разноплановая и очень интересная. А вот из хорового, скажем так, пения, выступления, можно ли потом воспитать сольного артиста? Конечно. Вот Дмитрий Валерьевич, ой, Дмитрий Валерьевич, господи, прости, привет ему. Сергей Викторович сказал, что ему нужны солисты. И мы взяли, я дала ему девочку-солистку, ну, вы ее тоже знаете, Юлия Кучеренко из нашего хора. И молодая наша девочка, маленькая девочка Арина, она тоже будет солировать солнечный круг, песенку. То есть дети, которые развиваются в хоре, если они одарены, если они целеустремленные, если они, ну, как бы мечту имеют, да, такую вокальную, у них есть шанс развиться вокально. И они становятся солистами. Я поскольку сижу теперь на приемных экзаменах, вот в консерватории, да, вот этого в училище, в институте культуры, очень много дирижеров-хоровиков, которые заканчивают училище как хоровые дирижеры, многие из них потом поступают не на хоровое, а на вокальное отделение консерватории и становятся профессиональными вокалистами. А мы их уже потом приглашаем как солистов с хором, чтобы они действительно нас где-то поддержали и пели какие-то красивые сочинения, включающие в себя вот такие крепкие голоса, которые должны солировать вместе с хором. Так что это все очень взаимосвязано, это все очень рядом, вот. И мы, конечно, никогда не препятствуем о том, потому что, ну, таланты должны развиваться, безусловно. Ну, мы не то, чтобы не препятствуем, мы счастливы. Да, и мы, собственно, для этого работаем. Когда у нас из хора вышла наша солистка Света Лачина и сейчас она солистка Большого театра, была девочка в хоре. То есть, если есть мечта, то ребенок в полете к своей мечте всего-то может добиться. В силу возраста, ну, вот, я так понимаю, есть, наверное, и подростки в этом проекте. Есть очень маленькие ребятишки у нас в этом году. — Трансформация голоса происходит. Вот как с этим вы работаете, Сергей Викторович? Как отстраиваете голос? — Ну, вы знаете, что я хочу сказать, что такой проблема пока здесь не вставала. Вот, потому что все приехали с хорошими голосовыми аппаратами. У всех сейчас нету вот этого периода мутации, перехода из одного голоса до состояния в другое. Поэтому и малыши, и взрослые сейчас вот все поют, более того даже руководители. Все руководители, которые привезли детей из Иркутска, да, из Алтая, они все сели в хор, они все с радостью поют. То есть, получается, что даже и взрослые подключились в этот хор, и маленькие дети. Да, может быть, им что-то сложнее, но я-то понимаю, что здесь детишки тоже достаточно одаренные, они очень быстро все по слуху даже, не столько по нотам, сколько запоминают по слуху, и начинают все это, так сказать, повторять и делать. Так что процесс идет, и действительно солистки две замечательные. Мы будем исполнять вот мою колыбельную, казачью колыбельную, из цикла «Три романса для женского, фактически, или детского хора и фортепиано», написан из стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Был у меня такой несколько лет назад заказ от издательства, специально к юбилею Лермонтова. Я написал этот цикл, и большая всегда проблема найти солистку, которая может тихо, проникновенно, не напрягаясь, точно, интонационно, а там не просто, исполнить. И вот совершенно потрясающая девочка, которую я здесь узнал, великолепно совершенно, с первого же раза, красиво, прямо вот в десятку. То есть вот то, что слышал композитор, когда сочинял, вот этот человек вдруг нашелся в Хакасии. Вот как это может быть? Вот так. Так что видите, это какие-то приятные откровения. Подобное притягивает подобное. Да, какие-то радости такие вот есть. А маленькая девчушка вышла чистым голосом, прямо я как будто в свое детство, в 80-е годы окунулся, светлым взглядом, солнечный круг, небо вокруг. Ну здорово. Так что концерт будет, повторяю, разнообразным, интересным. Я думаю, что все, кто придут, они получат удовольствие. Ну, к сожалению, 10 минут все лишь остается. На самом деле, очень увлекательная беседа. Звонок у нас также есть на линии. Зрители вычастливы, послушаем. Здравствуйте, говорите. Слушаем вас, говорите. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, именитые гости. Мариночку мы любим. Да, встречаем, ходим на концерты. Такой именитый гость у нас, композитор, прекрасный. Сергей Викторович прилетел к нам, посетил солнечную Хакаси. Спасибо вам большое, потому что мы любим таких гостей, которые нам помогают. И маленькое поколение вас полюбит тоже. Прекрасное то, что у вас рекалий очень много, заслуги очень много. Вам здоровья, вам успехов в дальнейшем. Штарки у нас одни из лучших покажей. И если на афише всегда Штарк, или Андрей, или Жамарис, всегда идем, смотрим, танцуем, подможем. Спасибо вам огромное. Спасибо, Константин, что приглашаете таких знаменитостей. Всего вам доброго. Спасибо огромное. Спасибо. Вот такие у нас люди в Хакасии. Вместо вопросов одарили просто комплиментами и благодарностями. Меня, кстати, уже пригласили завтра. Вечером, говорят, будет играть духовой оркестр, можно потанцевать. Завтра двадцатая будет? Да, завтра пятница. А, завтра пятница. Да, и можно потанцевать прямо в саду. И какие-то свои традиции. Это очень интересно. Да, уже такие многолетние традиции, которые еще тянутся из прошлого столетия. Сергей Викторович, вот к составлению музыки вашим авторским композициям. Какие ваши, скажем так, лирические герои, стороны, вот какой, в принципе, конфликт закладываете при осуществлении? Ну, тут очень много, конечно, это отдельная передача про творчество, может быть. Но я, наверное, просто несколько штрихов таких просто о себе скажу, что я, например, в девятнадцать лет написал сочинение, которое стало моей визитной карточкой. И вот, что бы, где бы я ни предлагал, ни исполнял, мне всегда говорят, это все замечательно, вот то вот сочинение. А вы нам его привезли? Ну, это же все знают. Кенгуру, ну куда его? Это поет, это поет. Это, да, на стихи Николая Гумилева я когда-то написал, причем написал, пока ехал в метро от станции метро Невский проспект до своей станции, где я живу. И в этот момент я читал Томик Гумилева и написал, написал вот эту пьеску. Мне было девятнадцать лет, я был студентом первого курса консерватории. И, в общем-то, вот эта пьеса, она меня как-то вот так вот, ее быстро-быстро-быстро по студенческим коллективам, ее стали петь хоровые коллективы всей страны. И отсюда я как-то понял, что ну надо тогда идти учиться композиции. Дальше я покрестился совершенно, может быть, неожиданно для всех и принял крещение в католическую веру. И двадцать три года был католиком. Я написал огромное количество сочинений с органом, с инструментальным сопровождением этой мессы и различные другие жанры, магнифика там и так далее, и так далее, различные псалмы. Потом я стал писать православную музыку. Она стала, кстати, более востребована с начала девяностых, вот с двухтысячные годы. И стали обращаться уже с просьбами написать что-то на заказ. И я понял, что стал больше ходить в православные храмы, я понял, что это меня привлекает больше. И я шесть лет назад перешел в православие. Вот. Может быть, это не самое важное, это ничего, так сказать, особо не решает, на мой взгляд. Но, во всяком случае, вот это так получилось, и поэтому новый пласт я написал симфонию молитв, реча Господь, час двадцать музыки с колоколами и большим хором, за что получил премию правительства Санкт-Петербурга в 2015 году. Стал неожиданно совершенно лауреатом этой премии. Меня выдвинул композитор Сергей Слонимский, достаточно известное имя, который в этом году отметил бы свое девяностолетие, как и Родион Константинович Щедрин, которого будем чествовать, дай Бог ему здоровья, в декабре этого года. Вот. Поэтому музыки очень много. Это музыка и светская, и духовная. И вот у меня здесь лежат два альбома. Не могу не сказать, что все, кому интересно, можно связаться с издательством «Композитор Санкт-Петербург» и эти альбомы там приобрести, потому что здесь очень много хоровой музыки, записанной прекрасным камерным хором «Нижний Новгород». У меня давнишняя дружба с руководителем Иваном Стольниковым, и вот он как-то вот проникся моей хоровой музыкой. И вот уже в этом году, сейчас записал второй альбом, уже 80-80, 160 минут хоровой музыки, а еще, наверное, столько же не записано. И вот он с упоением ждет каждого нового сочинения, сразу исполняет, записывает. Вот здесь лежат нотки, кондак и молитва святому Серафиму Саровскому. Вот я написал специально на заказ к юбилею 800-летию Нижнего Новгорода, они были первыми исполнителями, и сразу же это было издано, и вот затем вошло в альбом. Так что музыка разная, она и детская, и взрослая. Вот недавно я написал симфоническую увертюру, глазуновую увертюру, посвященную юбилею 55-летию Петрозаводской консерватории, где тоже ректор мой большой друг Алексей Александрович Кубышкин, вот, и благодаря вот его предложению тоже вот окунулся в жанр симфонической музыки, давно не писал, и с огромным упоением написал очень яркую такую пятиминутную увертюру, куда вошло огромное количество инструментов, в том числе и орган, и саксофон, и, ну, в общем, для большого симфонического оркестра. Так что приложений, творчества много. Да, не зря Марина Геннадьевна ответила в начале эфира, да, уникальные все-таки гости нашей республиканской столицы. Ну, я думаю, что те интимные стороны и факторы, благодаря которым вы вот создаете и немного приоткрываете таинство все-таки своего процесса, за этим понаблюдать, я думаю, дорогого на самом деле стоит. А у нас с вами остается буквально 4 минутки. Марина Геннадьевна, ну, можно ли дать себе такой короткий, скажем так, синопсис, то, что предстанет перед зрителями, ну, и, собственно говоря, в каком составе? Ну, вот будет очень интересный концерт, и он интересен тем, что, когда выступает хор, который работает в системе, который имеет свое лицо, свои краски звучащие, это одна история, а когда собирается хор с разных регионов, и когда вот в руках мастера эти голоса сливаются в единую гармоническую красочку, то это, конечно, очень интересный процесс. И поэтому мы с огромным удовольствием приглашаем зрителей на этот концерт 24 августа в 11 часов концертный зал детской музыкальной школы номер один. И будет много интересной музыки, будет современная музыка, будет яркая музыка, будет сложная музыка, и петь ее будут дети самого разного возраста и взрослые люди. Кстати, интересный был факт, сегодня педагог одна пела-пела и говорит, «Боже мой, я так ругаюсь всегда на своих детей, оказывается, как сложно петь в хоре, я теперь буду добрее». Когда сама села в хор и на себе это испытала, как это сложно петь в хоре. Мы очень благодарны своим детям за то, что они с нами находятся в этом, у них каникулы, у них последние дни каникул, а они просто по пять, по шесть часов сидят, работают в зале. Это, конечно, огромная наша благодарность и детям, и родителям. И, ну, это все, как говорится, не бывает напрасным прекрасное. Да, я думаю, результаты вот этой работы и трудоемкого всего этого процесса, как раз 24 августа можно будет посмотреть. А Сергей Викторович будет находиться за кулисами или по зале? Нет, он будет дирижировать. Да, вначале будет небольшой такой видеофильм, где будет ясно, кто приехал. Вот, а затем я уже выйду и, можно сказать, буду на сцене все время, буду сам вести концерт, буду немножко рассказывать о той музыке, которая будет звучать. Но и, опять же, мне очень приятно, что пять премьер моих состоится именно здесь. Я благодарю вас, что нашли время к нам прийти в эфир, постепенно будем завершать нашу беседу. В гостях у нас находился Сергей Викторович Якимов, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцина и художественный руководитель хора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, а также прекрасный Марина Геннадьевна Штарк, руководитель хора Каданс и заслуженный работник культуры. 24 августа приходите в 11 часов. Я думаю, что еще все премьеры, скажем так, анонсы состоятся в социальных сетях. Можно их будет увидеть и почитать. А далее новости. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, но и обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Всем хорошего вечера.